В тёмных сырых закоулках, вдоль стен и заборов, под густыми кустами, возле куч перегноя и мусора. Где только не бродили мы в поисках гриба и навозника. Не повезло, не нашли. А так хотелось взглянуть на легендарный гриб. Он якобы помогает бороться с пьянством. То есть положил себе на закуску грибочка этого, и вместе с водкой получается рвота, высокая температура. То есть, ну, натуральное отравление. На самом деле не отравление, сильная аллергическая реакция возникает из-за несовместимости этих грибов с алкоголем. Выглядит очень красочно. Лицо краснеет, потом мгновеет, тело становится фиолетовым. Кончик носа и ушные мочки остаются бледными, а сердце стучит, как бешеное. Если общее состояние здоровья слабенькое, то эта вот реакция на алкоголь с капринусом, она может быть весьма и весьма плачевно кончится. Жена, например, подсыпает своему мужу в пищу порошок навозника. Тут это значит, что она берет риск на себя. Канефоль, селитра, квасцы, серососпичек, пепел сгоревшей тряпки и нашатырь. Говорят, эти ингредиенты, если добавить их в водку, должны вызвать резкое отторжение. К счастью, еще никому не удавалось напоить алкоголика таким зельем. А значит, эффективность метода не подтверждена. Народные средства от пьянства не только неаппетитно выглядят, но и плохо пахнут. Вот, например, зеленые клопы. Многие верят, если собрать пяток вонючих экземпляров и водку для отпугивающего запаха, тягу к алкоголю как рукой снимут. Неохота ловить клопов, народные целители советуют собирать малину. Обещают полтора литра малиновой воды в день излечат от пьянства. Это, наверное, самый безобидный способ. Все способы избавиться от зависимости химические, они все и любые, немножко преувеличены. Проблема в том, что я все время повторяю, что это не человек, это не водка бегает за человеком, а человек за водкой. Именно поэтому все наркологи, и зарубежные, и отечественные, твердят как один. Бороться нужно не с пьянством, с зависимостью. И успех лечения зависит не от способа, а от самого человека. Александр Шляк.